Динамичное развитие столицы, демографическая емкость, рост плотности населения региона, миграционный приток, ресурсная база, водные и земельные ресурсы, создают предпосылки для агломерационного развития. Вместе с тем нарастает проблема стихийного разрастания пригородной зоны, сопровождаемая неконтролируемым ростом населения, транспортных проблем, состояние окружающей среды. В целях развития управляемой урбанизации и диверсификации экономики с учетом имеющихся ресурсов требуется государственное градостроительное регулирование, решение указанных процессов, и этим вызвана необходимость разработки проекта, предоставленного на ваше рассмотрение. В территорию Астанинской агломерации входит город Астана, как ядро агломерации, три района Акмолинской области, это Аршалынский, Цельноградский, Шортандинский, а также четыре округа Аккольского района Акмолинской области. Всего в агломерацию вошли 124 населенных пункта. Сегодня численность населения агломерации составляет 1,2 млн человек, и прогнозируется увеличение до 1,6 млн человек на 33% к 2030 году. Эта цифра может быть изменена. Общая площадь составляет 21,770 квадратных километров, в том числе город Астана это 800 тысяч квадратных километров. Из общей территории агломерации выделена зона интенсивного развития, это 7,5 тысяч квадратных километров, где основными направлениями определены создания индустриальных зон и диверсификация производства. Также выделена зона развития рекреации и продовольственного развития, в которой населенные пункты имеют менее тесные связи с Астаной. Исторически макрорегион характеризуется сельхозхозяйственной специализацией, поэтому одной из основных функций, выполняемых астанинской агломерацией, будет являться функция продовольственного пояса для Астаны. Создание контрмагнитов и индустриальных зон позволит разгрузить Астану от перенаселенности и оттянуть на себя внешние миграционные потоки. По основным транспортным коридорам определены русла расселения и города, контрмагниты на базе поселка Аршала, поселка Шортанде и станции Жайнак. Потенциальными контрмагнитами также определены города Ахколь и поселок Ахмол. Они расположены на удаленном расстоянии от города ядра и имеют достаточные ресурсы, чтобы оттянуть миграционные потоки. Свободное передвижение населения, связь ядра с перспективными точками роста должно обеспечиваться посредством основных магистральных дорог. Концентрация производства и необходимой производственной инфраструктуры в контрмагнитах и спутниках позволит сформировать территории опережающего роста, которыми должны стать индустриальные зоны Аршала, это Аршалинский район, Тюнкерес, Шортадинский район и Жайнак, это Цельноградский район, что обеспечит рост производства промышленной продукции на 144%. К 30-му году проектам предлагается вынос крупных промышленных объектов из Астаны на территорию агломерации посредством создания трех индустриальных зон. Вновь создаваемый промышленный предприятий также планируется размещать в перспективе за пределами города в индустриальных зонах. Первую индустриальную зону проектам предлагается размещение в Аршала, в Аршалинском районе, который имеет выгодное экономико-географическое положение на оси развития Астана-Тимыртау-Караганда. Вторую индустриальную зону планируется разместить в Тюнкерес, Шортадинский район, расположен на высокоскоростной международной магистрали, а также на железнодорожных путях. И третью индустриальную зону планируется разместить в Жайнаке, это в Цельноградском районе. Выбор данного населенного пункта обусловлен уже имеющейся налаженной инфраструктурой, в частности, действующей электроподстанцией, транспортной инфраструктурой. На сегодняшний день уже выведен земельный участок площадью 100 гектаров для производственного назначения. За счет диверсификации и интенсификации отрасли производства сельхозпродукции производство сельхозпродукции увеличилось на 170%. Потребность города остальных продуктов питания, это мука, гречка, бобовые, молоко, яйца, мясо, птицы и другое, будет полностью обеспечена за счет территории агломерации. Потребность ядра агломерации в таких строительных материалах, как бетон, кирпич, щебень, песок, металлоконструкции и другие, также должна обеспечиваться за счет трех индустриальных зон. Развитию туризма будет способствовать более полное использование природно-ландшафтных историко-культурных ресурсов агломерации, улучшение материально-технической базы объектов туризма, развитие национальных видов и расширение спектра рекреационных услуг. Это позволит создать, в соответствии с данными институтами, института 2300 дополнительных рабочих мест, что обеспечит рост внутреннего туризма на территории агломерации не менее чем на 5% ежегодно. Предусмотрено создание зеленого коридора Астана-Бурабай и соединение его с естественными лесами, лесными массивами и обеспечение единой экосистемой. Дальнейшая газификация населенных пунктов будет осуществляться за счет строительства здесь предполагается, понятно, еще решение окончательно не принято, но здесь как проект предлагается строительство газопровода. Это также позволит улучшить экологическую ситуацию. Кроме того, для улучшения экологического состояния агломерации предлагается перенос из-за страны предприятий загрязнителей первого и второго классов. Для защиты от чрезвычайных ситуаций необходимо строительство пожарных депо, строительство противопаводковых дамб на участках возможного подтопления в весенний период, строительство водно-спасательных станций, в частности в Талабкере и Целиноградского района. Данные меры будут способствовать защите населения и населенных пунктов. Предоставленные проектные предложения легли в основу технико-экономических показателей проекта. Проект получил положительное заключение комплексной градостроительной экспертизы, согласован со всеми государственными органами.